Девушки отдыхают Покушайте Знаете, о чем я сейчас думаю? Что большинство людей первый раз соприкасается с птицами, ну и конечно вообще с дикой природой, когда их еще маленькими приводят покормить уток Но я бы по правде не назвал этих уток по-настоящему дикими У них такая безмятежная жизнь, а они тут живут на всем готовеньком Так, вы у нас просто большие неженки, не правда ли? Живете в чудесной маленькой английской деревушке, вас балуют весь день напролет, а вокруг такая тишина и покой Да уж, вот что такое утиная жизнь Но я вам скажу, что в настоящей дикой природе уткам пришлось бы более быть стойкими, чем вот эти И дело в том, что они и правда стойкие Стойкие утки По правде говоря, утки есть почти везде, где есть вода И эта вода не всегда бывает такой спокойной, как деревенский пруд Это каменушки У них довольно изящные клоунские костюмчики, но они, конечно, не боятся их замочить Они ныряют к порогам Плавают против течения Они сильные, как выдры И плавучие, как пробка Может показаться, что это суровое место Но оно не так сурово, как это Арктика среди зимы Пролетав над этим краем, начинаешь думать, что сейчас увидишь белого медведя Но... что это? Нефтяное пятно? Ну, пилот так и думал, пока не догадался, что это утки Это очковые гаги Вся их мировая популяция 400 тысяч уток Сгрудившихся в нескольких гигантских полыньях во льду Когда в природе становится теплее И море начинает вскрываться Птицы чувствуют, что им пора отправляться в 700-мильный путь В свои места разложения в тундре И летят они сюда Они идеально выбирают время, когда снег начинает исчезать А голая земля еще только показалась Они могут зимовать и кормиться в море Но им нравится размножаться возле пресной воды А летом в тундре ее полно, хотя она еще и не вся оттаяла Ай-ай, холодно Очковые гаги не только, возможно, самые стойкие утки в мире Но еще и одни из самых таинственных На самом деле, место их зимовки обнаружили всего 4 года назад А вот и очки Выглядят довольно похоже Эти тундровые озерки невероятно богатый и питательный суп Полный летающих личинок и крошечных ракообразных Идеальная утиная еда Вечная мерзлота под поверхностью не оттаивает весь год Но снег продолжает таять И создает все больше и больше пресноводных озерков Содержащих все больше и больше еды для будущих утят Но в следующем месяце утята не выведутся Поэтому селезни теряют интерес и уходят обратно к морю Оставив эту утку 28 дней одиноко выводить потомство Арктику можно назвать землей полуночного солнца Но это, конечно, не значит, что тут всегда солнечно Вы можете не поверить, но это середина лета в Северной Исландии Температура может за несколько часов упасть на 20 градусов От изнуряющего зноя до гибельного холода И внезапно обыкновенные гаги, гнездящиеся здесь, оказываются сидящими среди вьюги Но гаги, конечно, кутаются в гагачий пух Настоящую живую утиную перину В которой яйцам хорошо и безопасно В отличие от Арктики, это не безжизненная пустыня Здесь есть люди, и они ищут гнезда гаг Не волнуйтесь, это не сборщик яиц А утиный фермер, а точнее фермер утиного пуха Утиный пух так хорошо защищает от холода, что он стоит около 700 фунтов за килограмм А это значит, что в каждом гнезде лежит пушистых перьев на сумму 20 фунтов Так что у местных жителей есть прекрасный заработок Но эти взаимоотношения выгодны обоим сторонам Эти фермеры заинтересованы в том, чтобы утки были довольны и гнездились успешно Он подправляет гнездо, даже кладет немного пуха обратно, чтобы яйца были в тепле Пока не вернется утка И что важнее всего, фермеры искореняют всех возможных хищников Таким образом, эти утки остаются дикими, но пользуются некоторыми преимуществами домашнего ухода Однако вдали от этих хозяйств, там, где с хищниками не борются, все по-другому Когда утка даже на короткое время отлучается от гнезда, покормиться и попить Она рискует лишиться своих яиц и будущего потомства В некоторых местах набеги хищников просто опустошительные Это вороны, грачи, галки, чайки А вдобавок лисы, горностаи, ласки и кошки В одной части Шотландии в один особенно бедственный сезон В полутора тысячах гнезд уцелел всего один утенок К счастью, не везде дела так плохи И обычные гаги отнюдь не под угрозой исчезновения Обыкновенные они, конечно, на побережьях Северной Европы И здесь, на этой утиной ферме, при небольшой удаче, весь этот выводок вырастет в безопасности Но признайтесь, ведь правда утята очаровательны Большинство птичьих детенышей выводятся лысыми, слепыми, беспомощными И, честно говоря, довольно некрасивыми Но не утята Они с первого дня покрыты пухом и умеют ходить И нуждаются в матери только для того, чтобы она выводила их в самые богатые кормом места Холодные арктические воды полны маленьких, ракообразных и моллюсков Всего, что нужно для питания растущего утенка Мама поглядывает по сторонам, нет ли опасности А утята, в отличие от большинства птенцов, других птиц при этом кормятся сами Но арктическое лето быстро подходит к концу И скоро пора будет улетать, чтобы не оказаться застигнутыми зимой Всего за 4 месяца маленькие пушистые утята превратились в могучих двухкилограммовых молодых особей Теперь они поглощают огромное количество корма Откармливаясь до тех пор, пока жир не начинает составлять половину веса их тела Это топливо для предстоящего пути Их водоотталкивающие перья под водой странно лоснятся К сентябрю утята полностью вырастают, поглотив положенное количество пищи И теперь все инстинкты говорят им одно Пора лететь На юг И когда они пускаются в путь, они летят очень быстро В птичьем мире обыкновенные гаги, как истребители в мире самолетов На самом деле, в горизонтальном полете они самые быстрые из всех птиц За час они прилетают 60 миль Их голова набита точными летными приборами Они могут определять скорость, а также силу и направление ветра У них короткие мощные крылья, приводимые в движение огромными грудными мышцами А хвост короткий и широкий Потому что они не используют его для изменения направления полета Это умение очень быстро летать помогает другим видам уток Пользоваться благами дальних районов самого сухого и одного из самых жарких континентов земли Австралии Это край огромных контрастов Его внутренние земли бывают такими же иссушенными и пыльными, как пустыня Но на побережье царит оживленность и суета Это Мельбурн Второй по величине город Австралии, в котором живет 3 миллиона человек И все эти люди вносят вклад в создание утиного рая Хотя, возможно, и не знают, как именно Через 40 миль по побережью в Уэребе находятся городские поля орошения Это 10 тысяч акров, залитой водой земли И 84 отстойника сточных вод, полных птичьего корма К ним неодолимо влечет более 200 видов птиц И среди этих птиц есть одна очень многосторонняя утка Розовоухая утка Посмотрите на ее розовые ушки Эти висячие части клюва полны нервов Которые выявляют малейшие движения Но у них есть и другой чувствительный инструмент слух В некоторых районах Австралии собирается шторм Проливной дождь пропитывает землю на многие мили Вглубь материка превращая пустыню в грязь Затем грязь превращается в озера и реки Вода заливает все вокруг Пока пустыня полностью не затапливается Продолжение следует... Тысячи миль малонаселенной местности Австралии превратились в гигантскую заболоченную равнину. Тем временем на полях орошения уэрибери розовоухие утки становятся беспокойными. Эти утки как-то узнают точное местоположение одного особенного озера во всем наводненном районе и никто точно не знает как. Через два дня на всем побережье не остается ни одной розовоухой утки. Происходит их массовое переселение с побережья в малонаселенные земли. Продолжение следует... Их путь может быть длиной много сотен миль и занимать несколько дней. Но в какой-то момент на это недавно образовавшееся современное озеро приземляются тысячи и тысячи уток и начинают кормиться. Вода в нем порой бывает в три раза солонее морской воды. И в ней полно только что выведшихся артемий. Это маленькие ракообразные выводятся из яиц, которые иногда лежат в сухой земле годами, дожидаясь дождя. И когда проходит дождь, здесь образуются неисчерпаемые запасы птичьей еды. И тут эти зловещие изогнутые клювы идут в ход. Их высокочувствительные клапаны выявляют малейшие движения. Любая мельчайшая дрожь крошечных тел артемий – сигнал для уток, означающий «я здесь, съешь меня». Поскольку они кружатся парами, между ними получается маленький водоворот, куда стягивает артемий. И благодаря этому ими еще легче пополнять клюв. Такие озера не только богаты пищей. Быстрое падение уровня воды дает толчок к воспроизводству живых видов. И здесь, в необжитых районах, утки спариваются, гнездятся и растят потомство. Эти стойкие утки пользуются богатствами огромной Австралии. Но другие утки привязаны к крошечным островкам далеко отсюда, в море. В Тихом океане, на небольшом Коралловом атолле, живут особые утки с соответствующими обстановке свойствами. Создается впечатление, что на этом острове полно тропических диковинок и сочных деликатесов. Но какую еду выбирает с себя эта маленькая утка? Мух, одних только мух. Тысячи мух. Чарок летает над заболоченными местами, поднимая облака мух, а потом, как органический пылесос, просто всасывает их. Способ не очень хитроумный, но крайне эффективный. И это, очевидно, очень вкусно, если вы чарок. Но если меню из болотных мух вас не устраивает, то как насчет добычи, на которой немного больше мяса? На гораздо более холодном острове в Антарктике чарок другой породы ест множество морских прибрежных деликатесов, счастливо живя среди гигантских морских котиков. Но кое-какие из этих деликатесов гораздо больше, чем средний моллюск. Это удача. Большой, сочный кусочек. Возможно, он не совсем такой свежий, как мог быть, но в Антарктике жить трудно. Здесь едят все, что можно найти. Но если Антарктика и суровая среда, то это, безусловно, еще более суровая. Центр Лондона. Явно не идеальное место для уток. А может, идеальное? Кряквы проникают просто повсюду. Даже на пятиэтажной здании лондонского барбикен-центра. Этим утятам всего несколько часов, и они оказались в очень странном мире. В мире, целиком созданном для людей. Но утки бывают везде, где есть вода, и им надо где-то гнездиться. Всего за 12 часов пух у утят обсыхает, и они готовы идти. Но у них есть одна большая проблема. Да, а спускаться-то трудновато. Идите, идите, мои дорогие, идите к мамочке. Ну, давайте, давайте. А на лифте никак нельзя. Осторожно, кирпичи. Так, а теперь следующий. Ну, вот еще один. Если они смогли, то и ты сможешь. Давай, милый. В дикой природе многие утята делают смертельно опасные прыжки из гнезд, расположенных высоко на деревьях, или с вершин утесов. Так что же такое страшного в этих каменных джунглях? Особенно, когда ты уже спустился и плывешь. Однако здесь, в Исландии, где живут исландские гоголи, утятам приходится гораздо труднее. 10% самок гнездятся в особых ящиках, устраиваемых фермерами. Хотя, судя по всему, гоголи все равно ничего не могут поделать со своей естественной склонностью осматривать каждую дыру, которую они находят. Поэтому некоторые самки попадают туда, где им совсем не место. А что? По-моему, не так уж плохо. На столе немного скользко. Продолжаем поиски. Мне нужно какое-нибудь уютное и теплое местечко. Ага, буфет. Выглядит подходяще. Надо только сидеть тихо, и никто меня не заметит. В общем, короче говоря, держите в мае в Исландии окна закрытыми. Но для тех самок, которые все понимают правильно, гнездочные ящики на какое-то время становятся идеальными домами. Но, увы, для каждого птенца приходит время, когда он покидает родной дом. Это не так трудно, как на барбекен-центре, но все равно высоковато. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 И по-настоящему шокирующий. Утенок слишком быстро поплатился за излишнюю самостоятельность. Между тем путешествие по реке продолжается. Оставшейся семье предстоит еще далеко плыть до самых лучших мест кормежки. Но плыть, кажется, стало труднее. Утята не умеют летать, а теперь не могут и плыть, и им ничего не остается, как только идти. Это таит в себе большую угрозу. На воде им было гораздо безопаснее. А на суше слишком много беспокойных глаз, ищущих какую-нибудь закуску размером с утенка. Она как можно полнее использует эту высокую траву как прикрытие. Понятно, что это крайне опасное путешествие. Так зачем же идти? Почему не остаться около гнезда? Причина в этом. Здесь масса сочных, очень вкусных мух. Неограниченные запасы еды для утят. Около гнезд нет ничего подобного. Вот они и путешествуют. Некоторые места более богатые. И эта утка нашла себе любимое местечко. Пока утята с увлечением поглощают пищу, она внимательно поглядывает по сторонам. Она ни с кем не собирается делить свое место. Семья с Виазей здесь явно нежеланна. Песня на воду. Песня на воду. Песня на воду. Продолжение следует... Вся эта перепалка выглядит очень эгоистичной и воинственной, но это важнейшие условия успешного размножения. Жизнь — это действительно борьба. И это также попытка обогнать время, потому что утята должны стать самостоятельными до тех пор, пока их мир станет еще более враждебным. Зима в северных областях Европы. Большинство живых существ, которые могут покинуть эти места, покидают их ради более мягкого климата. Когда кончается сезон, размножение утки по всему миру тысячами собираются вместе. Теперь им не надо охранять территорию, поэтому их колонии появляются везде, где есть еда и укромные места, как на этих искусственных озерах Голландии. Это идеальные зимовочные земли для хохлатой чернити и красноголовых нырков. В поисках личинок и лакомых кусочков, зарытых в этом покрытом водорослями дне, они продвигаются толчками, отталкиваясь лапами от воды. Они совершенно не пользуются крыльями. Чернити и нырки – пресноводные птицы, зимой не тяготящиеся соседством друг с другом. Обыкновенные гаги покидают свои места размножения и безопасность гагачьих в ферме Исландии и огромными скоплениями зимуют среди морей, где зимой часто бывают штормы. Субтитры создавал DimaTorzok Это настоящие морские утки. Они превосходные ныряльщики. Они не просто работают лапами, а прямо летают под водой, доставая моллюсков. Бывает, что на глубине 10 метров, а иногда и глубже. Некоторые более благоразумные европейские утки, такие как шелохвост и широконоска, отправляются на Рождество на юг в тропике. Эти птицы во множестве собираются в Индии, где теперь значительно безопаснее, чем в те дни, когда охотничьи свиты, махараджи, настреливали их целыми мешками. Именно зимой утки, а вернее самцы, устраивают красивейшие показы нарядов друг другу, вернее, друг перед другом, чтобы создать иерархию на предстоящий сезон размножения и балуй нас действительно великолепными, иногда странноватыми зрелищами. КОНЕЦ 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 А это сам утиный король, Гага-Гребенушка. Этот разукрашенный франк нравится самкам. Он не сидит на яйцах и поэтому может позволить себе быть заметным и экзотичным, в отличие от самок с их тусклой маскировочной окраской. Селезни, наверное, самые большие щеголи птичьего мира. Даже у скромной кряквы есть свой маленький причудливый танец. Утки встречаются буквально везде и всюду, на прудах, озерах, реках и даже в море. И поскольку они живут бок о бок с нами тысячи лет, некоторых из них мы приручили и, разумеется, придали им нужные нам свойства. Все 60 пород домашних уток происходят от дикой кряквы. Высокие и худые для хождения на рынок. Крупные и неуклюжие для мяса. Одни из них хороши для несения яиц, а у других особенно симпатичный хохолок. Некоторые, по иронии, используются для того, чтобы приманивать диких уток на охотничьи озера. На самом деле, из этих 60 пород только 5 умеют летать. Есть утки, которых выращивают только за их прически. Они такие же изнеженные, как пудели среди собак. Это всемирные чемпионаты домашних уток. И все они проводятся ужасно серьезно. Судьи в белых халатах высматривают самые стройные и грациозные утиные шеи и особей с исключительно правильным окрасом. Может, я старею в эти дни, или судьи становятся моложе? Так, давайте посмотрим. Чудесно. У перьев прекрасный блеск. О, я теперь буду называть эту прическу «высокая шапка». Интересно, знает ли он, что у него помпон на голове. Третий приз. Природа всегда может превзойти все, что мы создаем. Это болото Южной Австралии. Дом гротовской мускусной утки. У этого селезня очень чудной способ показывать себя. Черный кожистый мешок у него по подбородкам раздувается от крови и твердей. Затем селезень пинает воду своими большими лапами и медленно поднимает свой игольчатый хвост выше головы. В этот момент выпуклась под хвостом и спускает сильный запах мускуса. После этого он начинает звать с помощью пронзительного свиста, который разносится над болотом и призывает самок прийти, взглянуть на новые предложения. А вот и дамы. Так, из-за чего такой шум? Что ж, по-моему, это вполне ничего. Для любителей таких мужчин. Странно то, что, по-видимому, сам селезень мускусной утки не любитель таких вещей. Этих селезни показывают себя постоянно. Но едва ли кто-то видел их при совокуплении. И на самом деле, когда утка проявляет интерес, селезень обычно дает отпор всем ее любовным притязаниям. Как будто он больше любит хвастать, чем делать. Как говорится, много шуму из ничего. Мускусная утка, возможно, самая примитивная утка в мире. Если утята всех остальных уток рождаются самостоятельными, то единственного утенка мускусной утки должна пять месяцев кормить мать. У этих уток клюв устроен так, что они не могут класть пищу утятам в рот. Поэтому утенку приходится хватать ее, когда она свисает из клюва матери. Селезни не удерживают за собой территории. Но если селезень видит, что черные лебеди кормятся в его любимом месте, то даже несмотря на то, что те в десять раз больше его, он без всяких колебаний начинает выяснять отношения. Такая подводная торпедная атака причиняет крайние неудобства. В конце концов, лебеди благоразумно решают, что в другом месте жить будет гораздо спокойнее. Мускусные утки, конечно, птицы с большим норовом. Селезни дерутся с селезнями, селезни ссорятся с утками, а утки норовят всыпать уткам. А поскольку они такие крупные, они не любят далеко летать. Мускусная утка – это определенно одна из самых странных уток в природе. Да, конечно, на свете бывают очень стойкие утки. Но на самом деле не думайте, что жизнь в деревенском пруду так уж легка. Нет, нет. Она может показаться идиллической, но лето здесь может быть таким же жарким, как австралийская пустыня. Ну, почти. И где же здесь, бедной уточке, найти себе здоровой пищи, а? Когда тебя кормят только мороженым, мокрыми чипсами да размягшим печеньем. Это не очень полезно, не так ли? Скорее всего, этих бедняк не проглотит хищник, а они погибнут от сердечного приступа. К тому же есть и коты, собаки, лисы. А как же городской стресс? Большая скучность в драке с соседями. Ты заигрывал с моей девушкой. Да, а что, нельзя? Ах так. И, наконец, вспомните о британских зимах. Эти арктические гаги находят, что все это не сладко. Им приходится стараться, чтобы выжить в этих безвыходных условиях, говорю вам. Вот какая она, утиная жизнь. И я еще говорил, что у вас безмятежная жизнь. Простите. Вот вам, вы заслуживаете все, чем вас могут побаловать. Смотрите, я даже снял для вас корку. Вот, берите. Так, какие же вы, а? Да, конечно, вы тоже стойкие утки. Я даже должен сказать, что вы более стойкие, чем гаги, чем розовоухие утки, что вы самые стойкие из всех. Удачи вам. Продюсер Мэри Колвилл. Операторы Дэвид Аллен, Джон и Мэри Лу Этчинсон, Стив Даунер, Ник Хайвард и другие. Композитор Бен Селлинсбери. На русский язык фильм озвучен по заказу телеагентства «Русский репортаж». Композитор Бен Селлинсбери. 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 Продолжение следует...